Президент пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы на совещании во Дворце Независимости. Конечно, начали с эпидемиологической обстановки, все присутствующие ситуации владеют в самых мельчайших подробностях. По поручению президента работают и с врачами, и с местными властями, и прямо на местах в больницах. Впрочем, далеко не только о медицине шла сегодня речь. Интересовался президент и ходом посевной кампании. Поднял навстречу глава государства и вопрос предстоящих мероприятий, в частности политических и военных. Александр Лукашенко еще раз напомнил, ключевое – это люди, боремся за каждого. Нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами. Они также требуют пристального внимания. Вне зависимости, есть коронавирус или нет, лечить нужно всех. Александр Лукашенко призвал белорусов подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты. И даже положительный тест на COVID-19 – не приговор. Ведь от самого вируса в стране не умер ни один человек. Важно смотреть за своим здоровьем не только во время пандемии. И впервые я хочу уже обратиться. Много говорили о врачах. Спасибо им, кто там и ночует, и днюет. Як у народа кажут, в больницах лечат наших людей в этот непростой период. Я хочу обратиться к людям, которые находятся в стационаре. И не просто болеют органами дыхания. Ко всем. Обратиться к ним, потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, он довел до того, что люди уже опустили руки и в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, он вчерашний врач, да и сейчас он врач бывших не бывает. Что такое, когда человек перестает бороться за жизнь. И ни один из них откроет. На особым контроле защита медперсонала. Вопрос обеспеченности всем необходимым не должен стоять. Напомним, Александр Лукашенко ранее уже требовал наладить производство своих защитных костюмов и респираторов, а также решить вопрос с наличием в аптеках масок и антисептиков. Конкретные задачи поставлены перед белорусскими предприятиями. Объемы необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять потребности как медучреждений, так и аптечной сферы. Президент анонсировал, в ближайшее время устроит рейд по отечественным производствам защитных средств. Нам же сегодня уже предлагают разные страны. И это у нас купите, и это купите, и это. А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, мы втридорого начинаем покупать за пределами страны. Я имею в виду вот эти средства защиты, маски, респираторы и так далее. Поэтому я попрошу, Евгений Петрович, вы мне подготовьте по стране, кто занимается производством сейчас этих средств защиты и кто может заниматься. Я найду время побывать там, где я сочту нужным. И я спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски. Вы мне скажите, какие предприятия шьют и могли бы шить. И я побуду на тех предприятиях, и не дай бог, я не обнаружу где-то, что они круглосуточно работают. Вы понимаете, сейчас маски и прочие бахилы, они же очки и щитки, они же стоят бешеные деньги, цены подскочили. И мы можем это сами сшить и оставить у себя. Ну может быть, какое-то количество надо будет купить, если мы вдруг чего-то тут не сертифицируем, не дотянем по качеству. Мы должны купить для врачей, которые в очаге работают там, которые с этими вирусами связаны. Но это другое дело. И то я уверен, что мы сами это сделаем. Если кто-то из наших чиновников это сделать не может, я лично покажу, что мы это можем сделать. Слушайте, ну мы уже тоже перегнулись этими масками. Я вчера проехал по Минщине, по Минской области. Ну еду сам за рулем, сел, еду по деревне. Люди выходят из деревни на поле. Идет человек один. Ветер такой, погода хорошая сейчас, сухая. И маска на лице. Один идет. Думаю, ну хоть ты остановись, сними маску. Сними маску, подыши свежим воздухом. Идет в этой маске. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, ну есть какие-то опасения. Ну одень ты этот на морднике ходи, в городе там час-два. Ну зачем между деревнями идет поле в этой маске? Мы уже людей перенапрягли. Ну отчего защитит маска в поле? На совещание были поставлены конкретные задачи по развитию в целом системы здравоохранения. Еще раз сверили и тактику действий по вопросам сдерживания распространения коронавируса. В целом по стране, сообщил профильный министр, происходит снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. Более выражено в Гродненской, Брестской, Гомельско-Могилевских областях. Отмечены темпы снижения и в Минске и Витебской области. Параллельно анализировали количество пневмоний, которая наиболее, скажем так, напряженная ситуация складывалась в городе Минске и Витебске. Учитывая, что в связи с теплой зимой у нас немножко сместились пики заболеваемости. Но тенденция последних действий действует, что количество ежедневно выявляемых пациентов с диагнозом пневмония существенно сократилось. Мы надеемся, что ситуация не только стабилизируется в течение ближайших дней, но и начнет, будет иметь явную тенденцию к улучшению. Не оставили без внимания вопросы сроков амбулаторного лечения и самоизоляции. Тут важно не заменять эти понятия. Лечить нужно столько, сколько необходимо, но без надобности направлять на длительное лечение в домашних условиях. Только из-за какой-то перестраховки не нужно. Подробности в Панораме. Продолжение следует...